Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я приглашаю вас в новый влог. Погода портится, солнечных дней становится все меньше. Новости по телевизору угнетают, и чувство тревоги иногда растет. Я думаю, что это знакомо всем, не только мне. А когда солнца нет, я вообще как будто не живу, а впадаю в спячку. Отпуск уже далеко, и, конечно же, самое время превращать в свой дом вместо силы. Правильно говорят, что мы должны создавать себе настроение. И это на самом деле так. Настроение создаем мы себе сами. Сейчас очень специфическое время, трудное. Сейчас не то время, чтобы прыгать выше головы. Иногда важно просто-напросто отдохнуть, наполниться настоящим моментом, наполнить себя энергией. И почему, если есть возможность отпраздновать, если есть возможность провести время с семьей, пусть это даже и коммерческий праздник, напишите, что вы думаете по этому поводу, почему не порадоваться? Почему не порадоваться? Мы делаем много для наших детей. Особенно, когда они маленькие, они впитывают всю эту энергию, и эти воспоминания остаются с ними по жизни. Это очень важно. Очень важно просто-напросто не лениться. Важно создавать мир вокруг себя. Иногда, когда я слышу, что люди, что им скучно, им грустно, они чем-то недовольны, я понимаю, что во многом всё зависит от нас. Не организуй мы сами себе праздник. Никто его за нас не организует. Кто сильнее, вы или ваше настроение? Люблю повторять эту прочитанную когда-то фразу. Вот и сегодня мы с семьёй создали праздник. Не потому, что это дань моде, коммерции, а для того, что провести этот день вместе. Сделать колдовской волшебный напиток ведьм, украсить дом, сделать поделки своими руками. Конечно, для этого требуется время. Каждый наполняется, как может, в этот осенний холодный период. Прежде всего для меня это праздник осени, яркого цвета, красного, бордового, оранжевого. Это вкусное застолье, когда мы можем приготовить тыквенный пирог, испечь запашистую, дышистую выпечку с корицей, собраться всей семьёй, пригласить друзей, знакомых, нарядиться, повеселиться. И не важно, сколько тебе лет. Почувствовать себя нужным, любимым, красивым. Это очень важно для меня и для моей семьи. Украсить дом. Я очень многому учусь и научилась у моей французской семьи. А самое главное быть лёгкой на подъём, организовывать вот такие праздники. Да, для этого нужна энергия, для энергии нужно желание. Нужно захотеть, найти, создать своими руками, приготовить, нарядиться, собраться, праздновать, веселиться. Но это того стоит. Потому что именно такие воспоминания, они остаются не только в видео и на фотографиях, но также они остаются и в душе. Мы будем вспоминать это не год и не два, а на протяжении всей нашей жизни. Я очень на это надеюсь. И я хочу просто в видео передавать вам не какой-то негатив, а именно позитивные моменты и сказать, что вся наша жизнь в наших руках. Не важно, где мы живём, важно, как мы живём. Не важно, что, какой праздник мы празднуем. Важно, для чего мы его празднуем. В каком кругу мы его празднуем. Сегодня мы накрыли стол вот такие киши. Немножко, знаете, мы сделали их, как пауки, чтобы они были неровные. И сосиски с фиоте, то есть тесто с сосисками, помидоры с моцареллой. Всё просто, но очень вкусно. И самое главное, это даже не еда, это общение. Это те рассказы, которые дарит нам свекровь и тётя из их детства. Это воспоминания о дедушке, о маме, о папе, о том, что я рассказываю, как у нас в России было. И самое главное, что мой сын, он очень любит. Он любит что-то творить, делать своими руками. Мишель создала ему целое ателье на чердаке. И вы знаете, здесь чего только нет, он обожает приходить к ней. Также у нас дома, у бабушки, очень много всего для поделок. Мы разрешаем ему вот именно создавать праздник. И это невероятно важно. Мы создаём сами себе настроение. Праздник, тыква, пусть до сих пор, пока вы не сварили тыквенный суп, и она радует вас, но я уверена, что после этого видео вам захочется сварить тыквенный суп. Тёплый плед, который не хочется видеть летом, но хочется завернуться, укутаться в него осенью. Ребёнок, который верит в сказки, в чудеса. Книга, фильм. Самое главное – наполнить себя. А тем, чем вы будете наполнять себя, здесь уже нужно постараться послушать себя, почувствовать. Сегодня мы приготовили вот такую паэлью. Мы обожаем готовить это семейное блюдо и с удовольствием отпробовали её. Она осеннего цвета, хорошо подходит к нашему праздничному столу с морепродуктами и курицей. Муж обещал в следующий раз сделать на барбекю. Тоже должно быть очень вкусно. Саша приготовил его фирменный торт шоколадный и украсил различными фигурками. Вот такой получился замечательный, очень вкусный торт с вишней. Ну и, конечно, декор. Здесь мы уже все постарались, придумали помощь нам Пинтерест и различные сайты. Можно найти сейчас всё, что угодно, чтобы украсить дом. Ну, а когда наступила темнота, мы, конечно же, играли вот в таких чудовищ, так сказать. Но всё это было мило, конечно же, без каких-либо, ну, как вам сказать, даже не знаю, как сказать. В общем, всё это для того, чтобы почувствовать атмосферу. Мальчишки это очень любят. Всё, конечно же, было для него. Шили костюм, нарядились. Напишите, как вы отпраздновали этот вечер. Я понимаю, что многие против, не понимают, что это коммерческий праздник. Я соглашусь с вами. Ну, и Новый год стал коммерческим праздником. И восьмое марта. Ну, празднуем мы не для кого-то, а для себя. Поэтому мы с удовольствием провели время в семье, с другом семьи. И запомним этот праздник навсегда. Вечером у нас вот такая музыка. Вот такая история сейчас любят говорить. Сварили тыквенный суп. По рецепту у Саши было в тетрадке школьный рецепт супа из тыквы. Суп колдуньи. И, конечно же, были танцы. Саша уже сменил костюм. И мы танцевали. Быть легкими на подъем. Иметь хорошее настроение. Это, наверное, самое главное. Ну, и, конечно же, здоровье. Потому что здоровье – это мотор желания. Так я его назову. Если нет здоровья, то, скорее всего, не будет желания организовывать праздники, наслаждаться. Поэтому я от всей души желаю вам здоровья. Это сейчас самое важное. Я научилась благодарить жизнь за то, что она нам дает. Мне дает. За семью. За людей, которые меня любят и уважают. Которые рядом. За любимую работу. За здоровье. За то время, которое вы меня уделяете. Спасибо большое вам за уют, за свечи, за крышу над головой. Мы живем в такое время, когда новое утро – это уже большая радость. Миллионы людей уже не знают, что будет завтра. И вдыхать свежий осенний воздух. Видеть яркие краски листьев. Проснуться утром. Почувствовать, что ты здесь сейчас. Прикосновение руки ребенка. Луч солнца на твоей коже. Иметь возможность дарить людям счастье. Знать, что тебя ждут и любят. Наслаждаться домом, декором. Счастье в мелочах. Создавайте это счастье своими руками. Создавайте то счастье, которое вы заслуживаете. Создавайте это счастье, которое вы хотите для себя. Ведь у каждого оно свое. Будь то эстетика повседневной жизни, как у меня. Наслаждаться каждым моментом. Выискивать винтажные вещи. Проводить время с семьей. Путешествовать. Посещать мои любимые места, замки. Или просто приходить с благодарностью туда, где тебя ждут. Сегодня день всех святых. Мы покупаем цветы. Во всю уже Новый год. Рождественские украшения. Я вам сказала свое мнение по этому поводу. Но также считаю, что кому-то, возможно, уже нужно. Уже хочется. И он уже чувствует эту атмосферу. Наверное, каждый из нас должен выбрать то, что ему по душе. То, что его наполняет. Я, конечно же, сниму для вас видео декор тенденции в декоре в новогоднем 2021-2022 в следующем видео. Напишите мне, будет вам интересно или нет. А сейчас мы идем на кладбище. В прошлом году я снимала вам очень большое видео информативное о том, как французы посещают кладбище именно в праздник Тусен, День всех святых. Несем цветы и вспоминаем наших близких. Конечно же, убираем могилы. И самое главное, вспоминаем те моменты, когда мы были вместе. Когда мы были за одним столом. Когда были улыбки, рассказы. И сегодня они в нашей душе. Мои родители. Дедушка и бабушка моего мужа. Родители моей свекрови. С благодарностью к этим людям, которые дали нам жизнь. Спасибо вам всем за просмотр этого видео. Благодарю вас. Будьте здоровы и счастливы.